ВОЕННОМОРСКОЙ САЛОН Одно из самых масштабных мероприятий, которые проходят в год празднования 300-летия Санкт-Петербурга. По некоторым параметрам он даже превосходит официальное празднование юбилея города. Так называемые водное феерия или лазерное шоу не идут ни в какое сравнение с теми замечательными 19 кораблями и катерами, которые прибыли к причалам морского вокзала или участию в открытии салона пилотажной группы российских летчиков ВМФ. По всем признакам, Петербургский военно-морской салон является событием не только всероссийского, но уже, можно сказать, международного значения. Подтверждением тому является участие в салоне 319 предприятий и ведущих компаний России, Германии, Франции, Великобритании, Китая и других стран мира. Салон уже посетили десятки официальных делегаций из 30 государств. Поскольку сегодня Санкт-Петербург является признанным центром отечественного судостроения, где выполняется более 80% всех научных исследований по морской тематике, на салоне представлены научные и военные институты Россудостроения и Министерство обороны Российской Федерации, которые демонстрируют на стендах самые последние результаты научных и проектных работ по морской тематике. Например, Государственный научный центр «Электроприбор» выполнил полный цикл работы в области навигации, гироскопии и управления движением надводных кораблей и подводных лодок. В частности, специалистами НИИ впервые создан комплексный тренажер для подготовки экипажей подводных лодок, включающий все посты освещения надводной, воздушной обстановки и управления подводными лодками. Комплекс предназначен для отработки действий личного состава в условиях сложной гидрометеообстановки и интенсивного судоходства. Среди других новинок электроприбора следует отметить унифицированный перископный комплекс, адаптированный под стандарты НАТО, навигационные комплексы «Апассионата-Э» и «Ладога-МЭ», комплекс связи «Дистанция-Э». Большой интерес вызвала презентация конструкторского бюро «Рубин», строящая на Адмиралтейских верхах, новейшую российскую подводную лодку четвертого поколения «Санкт-Петербург» — проект «Лада», а также ее экспортный вариант — проект «Амур». Новые лодки обладают в 20 раз большим потенциалом по обнаружению подводных лодок противника, чем и знаменитые лодки проекта «636-кило». По мнению специалистов «Рубина», это лучшие в своем классе подводные лодки — лодки 21 века. Компания «Рособоронэкспорт» на первом международном военно-морском салоне представила новый каталог экспортной военно-морской техники. Каталог предназначен для потенциальных иностранных заказчиков российской военно-морской техники и охватывает более 90 единиц надводных кораблей, подводных лодок и морских систем вооружения. Говоря об этом военно-морском салоне, подразумевается, что он первый, но, пожалуй, это не так. 300 лет отделяют нас от того времени, когда Петр ввел в новой столице такую традицию. После морского боя при захвате кораблей противника производилось их дефилирование перед Петропавловской крепостью. В это время на берега Невы между нынешним Эрмитажем и Петропавловкой высыпало все население тогдашнего Петербурга. Во все времена любые суда и корабли, прибывавшие или приводимые к нам в морской порт город, вызывали неизбежный искренний интерес и любопытство горожан. Тем более, что швартовались они на берегах и набережных Невы в центре города. Сколько было таких дефилирований, история умалчивает. Впоследствии эта традиция была утеряна, но можно обозначить их как первые военно-морские салоны в нашем городе. Можно утверждать, что военно-морской салон впервые столь полно представляет весь спектр военно-морской техники, технологий и услуг, предлагаемых отечественной наукой и промышленностью. Сформированы экспозиции по следующим разделам. Военное кораблестроение и судостроение. Оружие, вооружение и комплексы управления. Системы боевого управления, связь, радиоэлектронное, радиотехническое и гидроакустическое оборудование. Энергетические установки, корабельные системы и вспомогательное оборудование. Морская авиация, корабельного и берегового базирования. Навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение ВМФ. Вооружение береговых частей ВМФ. Инфраструктура обеспечения ВМФ. Поисково-спасательное обеспечение ВМФ. Система подготовки кадров для военно-морского флота. Перспективные материалы и технологии. Хочется надеяться, что это мероприятие поможет наладить международную научную и производственную кооперацию при создании образцов военно-морской техники и вооружения, поставляемых на экспорт. Например, в эти дни прошла передача двух новейших фрегатов Тальвар и Тришул проекта 11356 Индии, которым нет аналогов. События салона широко освещались средствами массовой информации и, несомненно, украсили эти дни. Через полтора месяца будет проходить выставка Нева-2003, и организаторам салона не удалось войти в конструктивное взаимодействие с ее дирекцией и сформировать взаимовыгодную, сбалансированную концепцию проведения двух выставок. И в конце хотелось бы напомнить известную английскую поговорку «Кто морем владеет, тот и землю имеет». Продолжение следует...